Всем румяный привет! Я Хружат Дубая. Панорама за окном показывается не знаю, если у вас нет, но в общем, это все здорово, красота, я буду отдалять дорогу. Думаю, по прежде сделаю полезный для себя, но для вас то извлека немножечко. Итак, что у меня будет сегодня? А сегодня у нас будет, скажем так, что у меня нет с собой, да, бритва. Вот так глядишь и тягученько. И, поскольку у меня нет с собой, да, бритва. Вот так глядишь и тягученько остались. Вы знаете, как я не гадаю про шеллок курса, это доктор Ватсона, когда доктор пытался шеллока отучить от трубки курительной. И он долго думал что сделать. В общем, пришел к тому, что чтобы вызвать отвращение к трубке, шеллок курился, он стал потихонечку, штуковым вводит себе в задний проход. Ну и кончилось тем, что шеллоком с ней бросил курить в трубку. Собственно говоря, и доктор Ватсона уже к ней настолько привязался, что тоже не мог себе отказать в этом удовольствии. Короче говоря, я брал нас с тобой специальная серия. Ограниченные титановые. Р-41 титановые. Так. Лондон серия. Едем дальше. Я, ребят, купил у, когда был в Африке, у мистера Копса в салоне. Вот купил у ребят, а помните, я когда брился там, у меня ребят побрызгали одеколончиком, парфюмом Амамба. Вот это самая Амамба. Я ее купил. Вот это одеколон. Он, знаете, такой интересный. Внутри какой-то жирноватый, что ли. Приятный запах Антону понравился. Он говорит, что класс. Да, это будет после. Но я к чему это сказал? Я сказал к тому, что, когда я купил этот одеколон, то мне в подарок подарили, я вам уже пользуюсь во все, автошейф английский. После брития. Вот такая вот штукинция. Это уже интересный аромат. Ну, кстати говоря, ароматы. Ну, про Амамбу я даже не знаю, с чем его можно связать. А вот автошейф, он такой, что-то тоже аромат такой старых парикмахерских. Но, правда, все-таки этот аромат богатый. Очень богатый. Он такой приятный, насыщенный. И, знаете, вот все-таки я не могу его сравнить ни с шипром, ни с гвоздикой. Это все-таки нечто гораздо лучше. Ну, вот как-то так. Итак, розочек маленький. Не стал я уже доставать. Он у меня высох хорошенечко. Я уже упаковал. Буду пользоваться им дома. По назвучкам от мистера Кокса. Ребята, значит, касаемо... Касаемо... ...фильма. Я там сделал фильм. Я побывал все-таки на производстве ОМИКО. И... Я вам немного еще показал. Я все это снял на видео. Снимал на двух камерах. Ну как, я с мобильника снимал. У меня айфон какой-то, я не знаю. Ну, неплохой. И... Камеру, которую я сейчас снимаю... Это видео уже несколько раз я снимал. Я вот смотрю, что... Как-то... Программка моя не очень дружит в склеивании видео, снятое на телефон и на эту камеру. В общем, короче говоря... Я посмотрел... Как это... То есть, она-то склеивается и склеивает, но потом мне приходится выгружать все на телефон с тем, чтобы... Отправить это в YouTube. И... Там бывает на определенном каком-то эпизоде она застревает... На каких-то там процентах. Там может на 70, может на 92, и там не хватает... И, в общем, дальше не подображает на телефон. Не выгружает его. Короче говоря, я попытаюсь разобраться с этим и делом, потому что у меня фильм практически готов. Но, с другой стороны, отсюда без затрат, потому что я каждый раз, когда его пытаюсь смонтировать, у меня приходят новые идеи. И, скажем так, на мой взгляд, они более интересные, чем те идеи первых, которые я пытался осуществить. И так... Тежечка. Вот тут у нас... А! Кстати говоря, что самое любопытное... Очень... Достаточно простая система прохождения контроля в Африке. Они там не заморачиваются... На многих вещах. И уж тем более там лезвие и так далее. То есть это для них вообще ерунда. Ну, я еще хочу сказать, что там аэропорт не такой большой. И там такие основные направления. Это Лондон, Стамбул, Дубай, где я сейчас нахожусь, собственно говоря. И все остальное, в основном, это местные авиалинии. То есть такие несколько интересных направлений. Ну, Хаба, собственно говоря. Ну, это еще связано с тем, что, сколько это была английская колония, то, естественно, там англичане много. Там русских сложно там встретить. Хотя мы встретили с Антоном одну пожилую пару. Ну, интересно, люди с ними пообщались. Да. Вот такая вот у меня для вас информация касаемо фильма. Немножечко... Потрясает у меня эта процедура. Ну, я думаю, я разберусь в итоге. На эту камеру, пытаясь снимать, на мой взгляд, по цветопередаче, по всему остальному, она все-таки уступает айфону. Вот, как ни странно. Но у нее очень хорошая стабилизация. То есть, в принципе, ей здорово снимать там машины и так далее. Единственное... Единственное... Еще одна небольшая проблема. По мне, так... Здесь, ну, все-таки, иметь острое зрение. Очень маленький мониторчик. Очень маленький. Но... Да, 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 да. Должна, конечно, стабилизация замечательная и... И... Держит здорово картинку. Она никуда не убегает. В общем, такой гаджет неплохой. Это Антоха. Купил ее мне. Говорит, ну, пользуйся. Это ты все держишь. Этот... Ну, подарил мне такое. Что-то. Пользуйся. Телефоном. У тебя изображение танцует. А... Ему подруга подарила... Для этой же фирмы... Это... DJI, что ли, или... В общем, что-то в этом роде. Кто разбирается и знает, что такое. Да. А, наверное, когда делала дрон хороший. Вот. Эта же фирма. В общем, короче, дети нам с женой постоянно... Отдают свои гаджеты. Когда покупают, совершат новые. Потому что я, честно говоря... Мне все равно, там, какой у меня телефон. Ну, в принципе, телефон хороший, конечно. Это такое дело. Хорошее качество. Потому что даже я помню ту камеру, на которую я снимал. Это целая история. Так грузилась. Все долго и все. Туэти переваривают это все моментально. Единственное, что... Все-таки по мне, видимо, я... Старый. Да, он. И, как по мне, так... Мне больше нравится... Все-таки... Все-таки... Не Apple-ская система. Вот. Мне больше Windows нравится и все в этом роде. Видимо, поскольку я род с этим... Ну, скажем так... Потому что, когда... Да, я как-то с Аней ярославцем разговаривал, смелся. Вот. Дети тоже там купят себе новые. Там, очередной ноутбук этот... Apple. Они, тем более, в Америке гораздо дешевле, чем здесь у нас. Ну, в России, в частности. Да, они постоянно их меняют. Ну, а остальное тут... Мне отдают. Мне приходится каждый раз все это дело... Ну, скажем так... Ну, не то, чтобы изучать, но... Использовать. А, да, как говорится, не пропадать за добро. Но другое дело, что... Ну, вот эта вся Apple-овская система... Мне-то впечатлить, что... Я создавал какой-то... Аутист. Потому что... Отличие от Windows... В том числе, наоборот, еще и... Честно говоря, через одно место. Ну, как мне кажется. Хотя... Молодец просто был... От этой... От этого формата, от этой системы. Но... Как по-моему, так это реально просто аутист какой-то. Причем в такой... Серьезной стадии... Я создавал все это дело. Вот. Я прихожу к выводу, что... Молодежь у нас аутисты. Все это, кстати, говорят... Распространено такое заболевание. Но, кстати говоря, с каждым годом... Придевается больше и больше оборотов. Вот. Я думаю, не с этим ли это связано? Ну, это так. Это к смерти. Вот. В общем... Вот такие у меня... Касаемые всего мысли. Это... Дело так. Извозимкался. Подобавив сейчас и днем плюс 39. Жарко, конечно. И насколько же хорош климат. Криптование. Ну, это все очень, как говорит Антон... Смачивает на Сан-Франциско. Там нет знуя этого дичайшего. Есть, конечно, ветра. Нам... Что... Йохан... Этот парень, который... Работает... В этом салоне. А он самый серфер. И еще и дайвер. И он говорит, что в каком-то из месяцов... Очень сильные ветра. И в один день, там определенный какой-то... Невероятно... Невероятно... Невероятного размера лоаны. И серферы там просто для них и тарай в этот момент. Невероятного размера лоаны. Так, вот. Идем дальше. Сегодня у меня немножечко получше идет с этим станочком. Хороший столак, ничего не скажу. По мне, достаточно комфортный. Вот. И, как и говоря, он легкий. И обреюсь им от верхней крышечки. И, как там дела у нас... Что это пишет? Вот. Такие вот пироги. Сейчас сижу, стою и думаю, что ли лететь домой... Здесь нам надо кое-что завершить. Это бай. Вот. Что ли лететь в Вьетнам, то ли лететь в Малайзию. Сейчас. Ну, чуть ли я соскучился по дому. Ага. Сейчас своем мотоцикле. Там, слава богу, сейчас хоть погодка наладилась. Что-то как-то холодно. Лезвие, единственное, у меня осталось и тоже жилет на мой взгляд. На мой взгляд, оно не очень острое. Бывало и поострее. Но все-таки, наверное, сюда... Ну, вот мне понравилось тогда голубой или так. Или синий, если хотите. Вот. И надо будет попробовать. Я еще не пробовал, потому что я думаю, ты не бресь крышечками. Надо попробовать японскими перышками. Ради интереса. Так. Уже на финиш, на прямой. Здесь вот чуть-чуть. РегGAN. Уже. себе снес там уже. Все-таки насколько же я обожаю, вот как начинаю пользоваться я так начинаю скучать по клинковым бритвам совершенно другое бритье срезался там Рыщик Чуточка-чуточка ќхууууаууууууly Продолжение следует... 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 Продолжение следует...